Избирательная кампания набирает обороты. Светлана Фабрикант заявила о решении баллотироваться на должность одесского городского головы от партии Ведроджиня. Накануне встречи Светланы Фабрикант с прессой поступила информация о готовящейся провокации. К тому же часть СМИ отказались прислать своих представителей. С первого момента мы говорим о том, что мы готовы оппонировать действующей власти. И, соответственно, дабы не начинать избирательную кампанию с провокацией, мы вынуждены были перенести нашу пресс-конференцию. Мы получили информацию, что ряд одесских телеканалов для меня, как будущего кандидата в мэры и для возрождения, заблокированы. До недавнего времени Светлана Фабрикант представляла партию «Сильная Украина» Сергея Тегибко. В этом году политическая сила выдвигать своих кандидатов на местные выборы не будет. К тому есть ряд причин. Не только политическая ситуация в стране, в которой многие из членов нашей команды приняли для себя решение не участвовать вообще, но и беспрецедентное давление нынешней государственной власти на сильных членов команды «Сильная Украина». Светлана Фабрикант планирует вступить в борьбу за мэрское кресло от партии «Видроджиня». Когда появилось предложение от партии «Возрождение», я очень хорошо ознакомилась и с программой, и с теми целями, задачами, которые это движение ставит перед собой. Я поняла, что это предложение сегодня нужно принять. Нужно принять прежде всего для моего родного города. Потому что есть возможность идти. И самое главное, что хотим мы делать сегодня всей нашей общей программой, это говорить правду, которой так нуждается не только страна, но и наш город. В составе новой команды Светлана Фабрикант в ближайшее время презентует предвыборную программу. Документ будет включать в себя стратегию про развитие города на десятилетний срок. Мы откровенно расскажем, что сегодня есть в нашем городе, чем город реально обладает. В плане ресурса, техники, состояния дорог, домов, культуры. Мы видим большую часть стратегии Одессы, это все-таки как туристический центр и привлечение инвесторов. На наш взгляд, это самое главное, чем должен заниматься сегодня городской голова. Светлана Фабрикант не использует в своем имидже национальную символику. Свою позицию политик прокомментировала лаконично. Я считаю, что патриотизм проявляется совершенно по-другому. Вне зависимости от того, надел ты на себя вышиванку или нет. Если я пойму, что с завтрашнего дня в Одессе, в Одесском регионе, в государстве Украина будет жить лучше и изменится ситуация, от того, что я надену вышиванку, я их надену пять одновременно. Кто составит конкуренцию Светлане Фабрикант, будет известно до конца месяца. Официальная регистрация кандидатов на пост городского головы стартует 21 сентября. Юлия Пробочая, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ.